Дорогие братья и сестры, раз мы уже завели разговор о священном ученике Владимира Хираско, то есть в свое время я был духовником общества слепых, и у них там в доме, где их там администрация находится и так далее, то там у них есть музей, и вот они мне показали этот музей, и вот я там впервые увидел вот эту церковь для приучилища слепцов, так тогда называлось, на улице Мясникова, деревянная церковь, и первый настоятель там был как раз отец Владимир Хираско. Церковь была освящена в честь иконы Божьей Матери «Все скорбящих радость». Вот почему меня это тогда очень сильно поразило, что, оказывается, была церковь иконы Божьей Матери «Все скорбящие радость» в городе Минске в свое время, да, потом ее уничтожили, когда строили дом правительства, вот это левое крыло, и наши правители тогда наблюдали, как сносили церковь с балкончика. Но и тогда, конечно, мы только начинали, еще только палатка была, но уже стало ясно, что для нас, что это первый настоятель церкви «Все скорбящие радости» в городе Минске. Я прямо сказал, что я являюсь вторым настоятелем, а вот это первый, который мы особенно почитаем. – А в какие годы прожили? – А? – А в какие годы прожили? – Это уж он пострадал в самом начале, 37-й год, вот эти вот, даже раньше, 36-й, его там арестовывали раз, два. На самом деле он очень интересный человек был, есть его житие, можно сказать, или жизнеписание, как хотите сказать. Вот, он был грамотный очень человек, его он преподавал, причем успешно, вот, а потом уже при училище Северцов как раз он этот стал настоятелем. Было получено благословение на строительстве этого храма в Петербурге у отца Иоанна Кронштадтского. То есть, вообще-то, честно говоря, мы дерзнули в свое время, решили их так, что все-таки благословение отца Иоанна Кронштадтского, оно не может быть там на какой-то краткий промежуток времени. То есть, он благословил в Минске быть храмом, иконой Божией Матери и всех скорбящих радостей. Исторически получилось так, что тот первый храм приучили Северцов, снесли, но Господу было угодно, чтобы все-таки храм этот был. Вот благословение отца Иоанна Кронштадтского, мы считаем, что оно перешло нам, потому что, очевидно, ощущаем вот эту помощь, которую оказывает Господь при строительстве. И, вообще-то, в Санкт-Петербурге, в Москве собирали средства на строительство этого храма, очень отозвались, даже высочайшая императорская семья, они тоже были пожертвованы на эту церковь. Причем все сами делали они. Все это удивительно, конечно. Ну и когда началось прославление святых новых, да, новомучеников, вот отец Федор как раз кривонос, он был допущен до архивов КГБ, он начал там копать, и дело отца Владимира тоже нашел, как раз отца Владимира. И когда Любовь Николаевна писала вот эту галерею нашу, еще не были причислены к лику святых тогда, когда она написала, пользуясь вот этими фотографиями, которые были там в КГБ, в их личных делах, все, конечно, очень... Последний раз его арестовали, это вообще такое какое-то... Ну, понятно, по-надуманному. Была Пасха, и пришли безбожники, на машинах они приехали, да, ряженые во всякие там одежды, черта был один ряжен, и они мешали, орали, кричали там, и не мешали службе Божией. Вот, и вдруг вот там они там махали этими там факелами, и поджегся как раз тот, который в черту был одет, и стал гореть. Самое интересное, что те его друзья, которые с ним приехали, они не спасали, они разбежались, а верующие выскочили из церкви и погасили. Верующие спасли человека этого, да, а отца Владимира как раз обвинили в том, что там вот такой случай произошел. Ну, то есть это все, мы понимаем, это все, почему это делалось. А потом вот, когда он уже в последний раз, уже совсем слабенький пришел, второй раз в ссылки, вот тогда он в Смоленской области поселился, и мы стали искать, наши братчики именно, вот тогда первое братство еще, когда была палатка, стали искать какие-то следы, вот, вот, и в Смоленске связались с местными, а они уже вели работу о том, чтобы его причислить к лику святых, новомучеников, вот, за этот, он уже там ослеп сам, ну, последние годы тяжелые были у него, конечно. Но подробности есть, есть в жизни писания, можете ознакомиться с этим. Вот, тогда братчики сами, они сказали, что они попросили, чтобы носить имя этого святого, священномочника Владимира Хираска, наше братство молодежное. Нашли дочку ее, она еще живая была тогда, жива. Тогда у нее вот эти фотографии известные, семейные, там, как раз, ну, вы знаете, что в советское время не говорили, кто были предками, там, отношение к религии, все это скрывалось, конечно же, что отец был священником, или дед был священником, это все скрывалось, конечно же. Но, все-таки связь у нас была, и начали мы вот вместе со смоленскими верующими, как раз собирать по крупицам, ну, и другие дополнительные сведения, более чем в деле КГБ, там, вот, как раз в архивах мы нашли это и так далее. Вот, и вот второй момент, который мы сейчас должны с вами знать, что в нашем втором Минском городском благочине новый приход, настоятель которого как раз твой друг, где наш Юра выступает, он занимается именно слепым, тогда, начал сразу же. Вот, и он тоже получил благословение, чтобы этот его приход был во имя священномученика Владимира Хираска. Он получил это благословение, и поэтому у нас, в нашем благочине, будет приход имени Владимира Хираска. Получилось так, что одновременно у нас братство Владимира Хираска, в нашем приходе, да, и одновременно в нашем же благочине, недалеко от нас, по Матусевича, вот, действует этот храм Владимира Хираска. Ну, отец Дмитрия Ворса, он довольно активно работает, и постоянно там устраиваются мероприятия. Наш Юра, мы радуемся. Он наш? Да, понятно, но он всех них. Поэтому, вот, он участвовал как раз, опять же, в нашем втором благочине празднования сегодня, Дня Независимости, уже, в приходе Николая Японского. Да, большое там мероприятие было они тоже. В общем-то, все наши приходы такие, они довольно, очень активные. Очень активные приходы, мы радуемся этому, так что... Есть еще один приход, там, где-то, как это называется, Березиной, или где... Ну, там настоятель, отец Сергий Черняк. Какой приход? Тоже Владимир Афинат? Да, да, да. Да ты что? Ну, вообще интересно, вот, если вы видите эту икону, то это первая икона белорусского... А, Погост называется, городок Погост. Да? Первая икона новомученика в Белорусской Православной Церкви, как раз, была написана нами, как раз, да, и появилась эта икона первого новомученика. Потом уже стали появляться другие, но мы как раз постарались... Ну, вы знаете, что у нас Святая Фроссийская Церковь, эта икона сейчас находится, размещается. Ну, вот еще раз просто вы знаете, что это первая икона белорусского новомученика, которая появилась в Белоруссии новомученика, как раз. Даже раньше, среди межуновейства. Да. Это самое первое мы написали. Еще только их начинали работать отец Федор Кривонос. Еще не были заседания, посвященные причислению к лику святых. Если вы посмотрите нашу галерею, вы увидите, что там нимбов нету. То есть мы писали... Галерея писалась до того, как было причисление к лику святых. hela SPEAKERS . . . . . Продолжение следует...